Приветствую вас, я думаю, что вы не сможете перестать стыдиться своих желаний, просто потому что кто-то из нас, психологов, скажет вам, что этого делать не стоит, потому что чувства, ваши чувства, они не зависят от вас, они не зависят от вашего желания, от того, стоит ли, не стоит ли, они просто есть. И если стыд появился, то на это, скорее всего, есть причина, есть причина, по которой вы испытываете стыд. За свои желания. И, на мой взгляд, с этим можно и нужно работать. То есть можно и нужно работать с тем, чтобы вы от чувства стыда, ну, чтобы вы не избавились от чувства стыда, а освободились от него, от этого чувства, от чувства стыда, чтобы вы от него именно освободились, чтобы оно вас не, ну, не грузило, чтобы не давило, не давило на вас, это чувство стыда. Вот. С этим можно поработать. С этим можно что-то сделать. Вопрос заключается в том, хотите ли этого вы. Вот. И в этом мы можем вам помочь. Безусловно. Потому что стыд это подавление своих желаний. Стыд является прямым следствием подавления ваших желаний. Стыд является прямым следствием обесценивания ваших желаний. То есть вы по неким причинам считаете, что ваши желания недостойны. Ну, просто недостойны. Того, например, чтобы быть. Да, ваше желание просто недостойны того, чтобы иметь место быть. Вот. И то, что вы склонны подавлять себя таким образом, я полагаю, является совершенно очевидным. Ну, я надеюсь, что это является совершенно очевидным для вас. И, соответственно, с чувством стыда, нужно работать, необходимо работать. Да? С принятием себя, своих желаний тоже необходимо работать. Вот. И тогда все у вас будет в этой степени хорошо. Вот. Спокойно, спокойно решите, чего вы хотите. Спокойно решите, что вам нравится и как вам нравится. Да? Спокойно, спокойно решите, чего вы нуждаетесь. И, собственно, что с этим делать дальше. Дальше. Такая вот история, Артур. Поэтому не стоит вам стыдиться. Вот. И это не является отклонением. Вероятно, в возрасте 16 лет у вас было какое-то впечатление, которое зафиксировало ваше внимание на данном аспекте. Вот. На данном моменте. В этом нет ничего аномального и страшного. Вот. У детей такое часто бывает. Вот. В детском возрасте такое часто происходит. Поэтому это абсолютная норма. Вот. И... Вероятно, вам действительно нужно попробовать, чтобы понять для себя, что истинно, а что нет. Что реальность, а что нет. Вот. Ну, еще раз повторю, пока у вас имеет место быть стыд, да, пока вы, вот, стыдитесь, пока стыд вам мешает, а, скорее всего, ничего не получится, пока вы не принимаете свои желания. Вот с тем, почему вы свои желания не принимаете, я и предлагаю поработать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. 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 Продолжение следует...